Математическое кафе – таковой является тема внеклассного мероприятия по математике, прошедшего в школе номер два. Текущая неделя в учреждении объявлена неделей математики и информатики. Посетителями кафе стали учащиеся шестого класса, которые были разделены на три команды. В меню для участников были представлены несколько направлений кулинарии. Организатором и ведущим мероприятий является преподаватель по математике Саида Абушева. Она и рассказала, в чем заключается игра, каковы ее правила и, самое главное, суперприз, который достанется одной из команд. У вас будет отдых, веселый отдых, с вкусными угощениями, но и, конечно, с математическими заданиями. То есть отдых у нас будет активный. Сегодня в нашем кафе такая проходит акция. Мы представляем вам мировые кухни. Это дагестанская кухня, русская кухня и японская кухня. Для того, чтобы вам комфортнее было отдыхать, мы организовали вам такие вот столики. Это у нас первый столик, второй столик, третий столик. У каждого столика на столе есть корзинки. Конечно, когда вы будете отвечать на наши шуточные вопросы, вы будете зарабатывать себе баллы. И каждый балл будет закидывать на вашу корзинку. В конце нашей игры мы посмотрим, какой столик набрал наибольшее количество баллов. А победители получат вот такой сильный секрет. Настоящий сертификат будет выдан той команде, тому столику, который наберет наибольшее количество баллов. А призом является освобождение от контрольной работы по математике с оценкой 5. Так что есть за что побороться. Главная задача урока – воспитание в учащихся чувства коллективизма и умение сочетать индивидуальную работу с коллективом. Как отметила Саида Абошева в своем выступлении, главное – это установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися. И на этой основе изучать познавательные интересы и запросы школьников. В качестве гостей на математическом кафе присутствовали и другие учителя-предметники, которые оценивали уровень проведения мероприятия и остались довольны. Такие уроки у нас вообще каждую неделю, каждую неделю по всем предметам проходят у нас в школе. Уроки очень хорошо дают о себе, подтягивают всех учащихся, подготавливаются. Даже вот сами сейчас увидели, как даже совсем слабые дети принимают активное участие. Ответственность каждый ребенок чувствует. На уроках тоже это проявляется, на уроках дети уже совсем другие. Вот когда сразу видно бывает, какая неделя идет на этой неделе, какая неделя идет в каком классе, какие уроки будут, кто будет участвовать, очень активные бывают наши дети. Посетители кафе поглощали с аппетитом чуду с загадками из дагестанской кухни, суши со смекалками из японской кухни, отведали также блины с обгонялками из русской кухни. По итогам всех викторин лучшими знатоками в области математики стали участники второй команды и получили главный приз в виде сертификата.